приветствую вас друзья в этом видео поговорим с вами про свежие новости мира танков вначале напомню вам что видео можно мои смотреть на ю тубе на рутубе а также в к видео в группе вконтакте подписывайтесь если хотите смотреть видео если хотите смотреть стримы а также за просмотр стрима фармить золото можете подписываться на вк play life а также на трава ну или если есть желание можете просмотреть стримы еще и на твиче предлагаю вам такие вот площадки где вам удобно можете смотреть но я продолжу про новости мира танков первое это тестирование техники 11 уровня разработчики нам сообщают о том что после релиза версии 129 случайных боях мы сможем встретить особую технику на нее будут нанесены особые 2d стиле с надписями тест это так будет специально чтобы вы видели что это танк реально тестируется и их нужно воспринимать как обычные танки я думаю что здесь уже не будет восприниматься так как обычные танки поскольку они в любом случае будут больше привлекать внимание чем остальные танки это как минимум это делается специально для того чтобы разработчики могли получить данные протестировать что-то взаимодействие игроков с этой техникой помогут разработчикам получить достоверные данные и еще лучше подготовить танки 11 уровня к появлению в игре что будет тестироваться баланс технических характеристик танков новая система полевой модернизации корректность работы балансировщика боев ну и в целом хотят посмотреть как она будет работать короче в патче 129 мы уже будем попадать в бой с танками 11 уровня я думаю будет немного возможно они там будут появляться периодами и мы сможем получать от них люлей поскольку мы пока на 11 уровне не сможем играть на них будут кататься видимо тестеры а также разработчики возможно видео про 9 уровня я недавно рассказывал что девятки комфортные пока не выйдет 11 левел все так и будет еще полгода можно кайфовать а получается нет уже иногда мы возможно будем попадать к 11 левелам и как это изменит бои посмотрим следующая новость изменения техники в обновлении 129 эти изменения я могу назвать следующим образом очень слабым практически мертвым танком просто прилепили подорожник хуже это не сделает но прям явных каких-то улучшений особо ждать не стоит в патче 129 улучшат следующие танки 59 паттон это китайский средний танк премиум на 8 уровня он у меня есть давно я на нем случайно взял три отметки я на нем чуть-чуть покатался потом какой-то период перестал играть пока я не играл планка на нем упала я случайно на нем нажал в бой из-за того что на нем результаты игроки стали делать очень плохой планка снизилась и мне за один бой дали очень большой повышенный процент из-за чего я просто добил третью отметку и он у меня стоит якобы с тремя отметками но я в целом на нем особо не играю поскольку танк ужасный что это вообще в принципе такое это башня от паттона на корпусе от тайп 59 с огромным лючком параметры слабенькие и танк нужно опать прямо везде-везде но что ему улучшают точность была 036 будет 033 но это хорошо перезарядка была 7 и 5 будет 670 целых восемь десятых настолько улучшается перезарядка я думаю что если бы на секунду улучшили особо танк бы не заиграл также в маске орудия была броня 114 а будет 254 точно также апнули броню как и недавно американскому прям танку восьмого уровня который даже был недавно не прям танком там тоже примерно такая же башня тоже апнули броню в маске и все я думаю что этот танк все равно не заиграет у него неплохо опускается орудие как ни странно но насколько я помню она вроде бы на борт больше опускается чем на влд быстрое сведение 212 пробить и основным и 250 специальным это слабое сейчас пробитие некоторым стэшкам очень сильно апнули но здесь почему-то не апнули также увеличение брони в маске это конечно прикольно иногда снаряд туда будет попадать поскольку у нас стрельба вбр на и снаряд летит куда угодно с неведомым пробитием и альфой иногда люди туда будут попадать случайно скорее чем специально поскольку на башне у нас имеется лючок размером больше этой маски в несколько раз также танчик у нас еще и по скорости не выдающийся как минимум еще хотелось бы увидеть улучшение в пробитии поскольку она тут смешно и хотя бы специальным снарядом там 280 бы сделали да и базовым бы хотя бы 220 а то понаделали некоторые ст с пробитием 240 и этот с пробитием 212 непонятно зачем он медлительный с огромным ведром китайская критуемость короче странный танк я сомневаюсь что он заиграет следующий танк который апнут vk 7501 к здесь улучшает стабилизацию на 21 процента движения поворота ходовой а также при повороте башни на 18 это очень хорошо когда улучшает стабилизацию на таком танке с альфой большой поскольку приятнее будет выдавать альфу а танчик не особо про броню поэтому ему хотя бы надо чтобы орудие было приятное также перезарядка была 17 8 будет 16 почти 2 секунды срезали и орудие вниз опускалась на 5 будет на 7 в принципе танк становится более приятный в стрельбе но все равно он дырявенький все равно это танк поддержки еще и задним расположением башни не совсем удобный с лючками с большим нлд дырявым плюс над гусеничной полки никуда не девается но если он у вас есть хотя бы приятнее будет играть но я не думаю что танк станет мега им бой но хотя бы более-менее приятность улучшается еще хотелось бы какую-то броню более качественную поскольку она ну слишком дырявая во многих местах его как ни повернил всегда пробивается во много дыр и это ну совсем не тяж а скорее ромная булка и всегда хочется его по-быстрому съесть и кайфануть кучу урона но теперь он будет больно кусаться поскольку улучшили комфорт стрельбы и перезарядку в целом что-то в этом аппе есть но сомневаюсь что танк станет каким-то сверхсильным следующее изменение объект 268 вариант 5 у этого танка я считаю очень плохие увн и орудие слишком слабо опускается при этом и броня слишком слабая ему бы улучшить комфорт стрельбы увн и возможно либо маневренность либо немножко лобовой брони поскольку у него и большая узи мазона есть но и без нее все равно танк пробивать не сложно что же разработчики мы намутили когда я была 19 6 будет 16 2 практически там в районе трех секунд улучшается перезарядка и это неспроста поскольку ему уменьшают альфу было 750 будет 650 также сведение было три секунды будет 26 снаряда было 30 будет 36 но понятно альфа меньше стало также фугасом был альфа 1100 будет 840 роль танка была универсальная теперь будет снайперский улучшает стабилизацию от порота движения корпуса на 18 от поворота башни на 20 орудия вниз опускается у этого танка на 5 градусов точность 036 но сказать что это танк снайперский ну не знаю скорее сказать что танк дырявый и неудобный поскольку 5 градусов сейчас это просто ужас на перекопанных картах ему что-то там улучшили но как будто бы не совсем то хотя бы сема радусов хотя 7 это но не сказать что-то выдающийся у воены до стрельба станет комфортнее за счет стабилизации и сведения а также за счет скорострельности чаще мы сможем стрелять но это когда мы сможем подстроиться под стрельбу поскольку на этих рельефов попробую еще подлезть так чтоб тебе было удобно стрелять 5 градусов это жуть а пока мы там мучаемся и боремся с рельефом у нас на башне из лючок у нас корпус дырявый в принципе броня не особо разве что этот танчик для игры искусства или где-то там но тогда нам нужна скорость скорость нам не улучшали а я бы не сказал бы что за танк прям слишком быстро какой-то атаку дельная мощность 15 я бы не сказал что этот танк прям носится до максималка неплохая 48 но такое себе как будто бы не совсем то что танку нужно но в любом случае это об но и очередные смешные апы это улучшение стр в 81 который является копией прямо виктории и в целом это глобально принципе копия цитарион мк-1 и всем им примерно делают одинаковый об прям танком улучшает стабилизацию от поворота и движения корпуса на 14 процентов от поворота башни на 38 процентов также улучшает скорость полета снаряда на 70 процентов и так понимаю фугасного походу и ему же улучшает пробитие было 42 будет 84 видимо хотят чтобы мы догоняли урон фугасами поскольку альфа 230 у стр в 81 у прямо виктории и у центрена мк-1 и всем делают больше пробития фугасом а также увеличивать скорость полета это уже самого фугаса также еще когда было 7 и 5 будет 6 и 5 сведения было 2 и 3 будет 1 и 9 это так вот апают два британских прям танка но это огромные слабо бронированные сараи так что об такой себе если бы фугасы сделали прям выражено имбовыми сильными там я бы еще поверил но 84 пробить это некоторые бумажные танки пробиваются и некоторые танки там в корму или вывеземую зону в принципе смотрю на все эти апы и как будто бы чего-то не хватает вот если бы еще апнули какую-нибудь советскую ветку и со 7 или двустволки или 28 вариант 4 или японские тяжи или ветку объекта 140 вот я перечислил все самые слабые ветки если бы апнули хотя бы одну уже а лучше все сразу вот это я тогда сказал бы вот чудом на балансе или прикольно а так смотрю на эти апы глобально ничего там особо не изменится ну немножко приподняли самые донные танки нужно было это сделать до нужно насколько это хорошо сделали можете написать в комментариях я считаю что ну аккуратненько если они еще раз потом мы хапнут тогда будет неплохо может не спеша если но есть вероятно что после этого по пройти танки забудут но мне кажется что такие слабенькие танки можно еще немножко приподнять или добавить что-то чего им не хватает с вами был варчик и радик красиво подписывайтесь ставьте лайки всем удачи и пока